Субтитры делал DimaTorzok 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 Обе миссии бесконечно простые Каждую из них можно сначала пройти по подсказкам разработчиков Это что-то вроде туториала, то есть они объясняют всем людям, которые никогда не играли в Hitman, в чем прикол этой игры и как в нее играть При этом миссии можно перепройти уже в свободном ключе со своими идеями К сожалению, практически все варианты есть в подсказках, в челленджах, которые тебе нужно просто посмотрев в меню повторить И самое обидное, что наиболее интересный, например, вариант убийства на второй карте, это построить несчастный случай с креслом самолета Он же является и официальным способом прохождения туториала Step 2. Locate the ejector seat handle Yes, found it Step 3. Pull the ejector seat handle Right, here goes Pull На первой миссии тоже не сказать, что все интересно Мы просто проникаем на яхту под видом рабочего Переодеваемся в официанта Проникаем в комнату, где цель встречается с объектом И аккуратненько из угла убиваем обоих Your target is down Now head towards an exit Как вариант, можно найти бомбу, заминировать ему кабинет Можно с помощью этой бомбы, там, заминировать бочку на верхней палубе и уронить ему на голову Конечно же, можно найти в погребе кресины яд и подсыпать его Ну и самый интересный вариант, это перехватить человека, с которым жертва собирается встречаться И, в общем-то, убить его персонально Можно долго спорить о том, удачное ли решение, да, показать все способы в челленджах И таким способом дать игрокам подсказки Винить разработчиков вот здесь мне не хочется, потому что, ну, они хотят, чтобы все-таки, наверное, большинство игроков посмотрели все способы прохождения миссии, которые они придумали Проблема, мне кажется, в другом В том, что вся вот эта концепция Хитмана, она, безусловно, уникальная, ни на что не похожая Но она устарела Кто бы что ни говорил, Хитман Абсолют, что это было очень крутое, правильное развитие серии Они во всю вот эту классическую формулу Хитмана добавили сюжет Добавили очень атмосферных и интересных ситуаций, в которых ты должен был действовать на ходу, применяя весь арсенал Хитмана То есть, коргемпной сериал, он интересный, да, уникальный Но он приедается И вот эта концепция, когда каждая миссия у тебя такая песочница, в которой ты ковыряешься Она очень хорошая Но вот этот вот темп, в котором ты решил одну песочницу, потом переходишь к другой, снова попадаешь И нужно во всем разбираться Он очень сильно выматывает И ты не можешь в игру играть миссию за миссией Более того, этот геймплей никак не меняется То есть, с самого первого Хитмана мы делаем абсолютно все то же самое Мы уже наизусть знаем правила, знаем, что вот здесь можно переодеться Видим все ходы, все предложения разработчиков Игра просто перестает нас удивлять И Absolution очень красиво из этой ситуации выходил В игре было несколько таких очень интересных классических Хитмановских ситуаций Между которыми разворачивались ситуации, да, нового типа Сюжетные, более узконаправленные Но при этом атмосферные, поставленные Когда тебе нужно прям на ходу думать, придумывать решения Проходить мимо полицейских, там, поправляя фражку, да И выходя из дома, где ты только что сделал мокрое дело Или сражаться с отрядом одиозных монашек с гранатометами Или я там помню, да, в одной из последних миссий Нужно было задымить лабораторию И к мубах дыма шлепнуть свою цель незаметную выйти И все это решение, да, которое тебе нужно было принимать Вот прямо на ходу Это было охренительно И вообще все воспоминания от Absolution У меня были связаны именно с такими вот постановочными ситуациями В которых тебе действительно надо на ходу придумывать решения И это врезалось в память Это создавало эмоции Потому что вот классический геймпной Хитмана Он уже эти эмоции не создает Ты просто подходишь к нему как к рутине Приятные достаточно, но все-таки не дарящие тебе новые эмоции Поэтому, в общем-то, все те, кто кричал в интернете Верните нам Blood Money, верните нам старого Хитмана Они своего добились, к сожалению И теперь, я думаю, многие из них пожалеют Потому что вот эта бета, она на самом деле обнажила проблему То, что core геймплей Хитмана устарел Он хороший, замечательный, но уже не впечатляет Более того, бета совершенно не ответила на вопрос Как же будет устроена новая концепция игры Которая завязана, как мы знаем, с онлайном В которой вроде как нам будут предлагать Проходить одни и те же карты с какими-то новыми задачами Как это выглядит, как строится вот эта глобальная система Пока совершенно непонятно Ну и совсем неудачно, мне кажется, решение выпускать игру эпизодически Потому что я вот уверен, первый эпизод купят многие А вот дальше будут вопросы Особенно после того, как бету встретили достаточно прохладно Ну я всегда говорил, что последнее и самое плохое, что может сделать разработчик Это пойти на поводу своей аудитории Никогда создавая, да, там, сиквел Не нужно слушать игроков Потому что игроки сами не знают, чего хотят И вот эта бета, она это прекрасно показывает Зачем было делать эту бету, кроме, как сказать «Эй, чуваки, мы возвращаемся к славному временам Младмани» У меня вот вариантов подходящих нету То есть такое ощущение, что и он интерактив просто хотели сказать «Все, мы сдались, мы вас услышали, Хидман теперь будет прежним» Мое мнение, это шаг назад Это намного скучнее и менее интересно, чем в Absolution Если согласны, ставьте лайк Если нет, ставьте дизлайк, я не обижусь На этом все Сейчас прямо-таки сезон бета-версии Происходит много всего интересного И это далеко не последний сюжет Скоро их будет очень-очень много Увидимся Подписывайтесь, если еще этого не сделали Заходите в блог и в группу ВКонтакте Там движуха постоянная До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok